Девушки отдыхают Плитка опадает. Жители одного из домов борются с чиновниками. Ветхое строение окружают строительные площадки, от работы которых жилое здание в любой момент может не выдержать и рухнуть. Серебро тоже победа. Юные спортсмены вернулись из столицы Поморья, где стали вторыми в основном первенстве по мини-футболу. На телеканале «Север» программа «Итоги недели» в студии Олег Хатанзийский. Здравствуйте! Итак, финишная прямая очередной недели. Сразу хочется начать с приятного. До Нового года осталось буквально полтора месяца. Скоро нас ожидают праздничное настроение, украшенные елки и, конечно же, подарки, которые, кстати, не перестают приносить нам наша погода. Только за эту неделю город пережил сразу несколько резких температурных перепадов. Как минимум от минус 10 до плюс 2. Коммунальщики к таким сюрпризам оказались не готовы. И это ни для кого не секрет. Водители на своих автомобилях аккуратно не ехали, а буквально скользили по дорогам на Рейнмаро. Пешеходы искали пути обхода. Большинство трутаров почему-то не были посыпаны песком. И в этом мы убедились лично, когда совершили небольшой рейд по столице региона. Знаете, когда мы сегодня пошли снимать этот репортаж, то изначально вообще не поняли, что на улице зима или весна. Но вот действительно, на крайнем севере погода непредсказуемая. Сегодня тает, а завтра уже мороз. И получается, что на улице гололед. В первую очередь страдают из-за этого простые горожане, автолюбители. Люди подскальзываются, люди падают и потом в итоге оказываются в больнице. Автолюбители также, они рискуют своей жизнью, ездя по скользким дорогам. Мы сегодня решили посетить несколько участков города, чтобы понять, работают ли хоть как-то коммунальщики. Они посыпают ли тротуары песком, чистят ли их и вообще обеспечивают ли безопасность для нас, для простых горожан. Давайте посмотрим, что в итоге из этого вышло. Посыпать городские дороги песком коммунальщики выехали еще до обеда. По центральным улицам Наринмара колесили сразу несколько единиц техники. Это, конечно, похвально, но о простых пешеходах почему-то снова забыли. На тротуары продолжал валить белый снег, под которым незаметно скрывался лед. Один неправильный шаг, и ты в горизонтальном положении. Очнулся, а на ноге уже гипс. Ногу я подвихнул, при мне за 30 минут 6 бабушек упало. Ну и где-то среди этого количества там двое дедушек хотят что-то купить и падают. Ноги сломали. В 15-й палате сейчас у меня находится. Зайдите туда, посмотрите, в чем дело. Дороги-то не сыпятся. Есть руководители, а порядка нет. Ну, вопрос-то, на своем ли месте вот эти люди-то. Это тот, пожалуй, редкий случай, когда при виде нашей камеры люди сами к ней подходили и желали дать интервью. Впрочем, скорее хотели просто высказать о наболевшем. Об отличной, конечно же, в кавычках работе наших городских коммунальщиков. Элементарные меры, хотя бы пусть рабочих нанимают, если у них нет, хотя бы даже таких уборочных машин, например, не хватает. Пусть, значит, не выделяют людей. Это в любых городах так, понимаете, здесь не пройти, не проехать вообще. Я считаю, что должно быть все-таки город, он не маленький уже, и город разросся. Я не думаю, что здесь нет вообще средств, например, для того, чтобы даже украть. Даже элементарные дорожки, которые около дома, идешь около дома, с коляской вообще не пройти. Сегодня еще как-то, вчера вообще никак. Вчера мы просто приходили держать ребенка, держать как-то себя, вообще никак. Но вы считаете, что они работают? Или работают, но плохо? Вчера не сработали, может быть, не успели, да? Такое, быстро было. Хотя это все прогнозируемое, можно просчитать. Но не сработали вчера даже в центре города. И вот с колясками люди ходят туда-сюда, не знают, куда идти. Вчера вообще не могли даже выйти на улицу. Лед кругом, невозможно, невозможно, не знаю, что такое делается. А есть какое-то пожелание коммунальщикам нашим? Да, чтобы следили, следили за дорогами, чтобы действительно мы не падали и руки не ломали, чтобы мы были нормальные, ходили нормально. Ну что такое, нельзя же так. Ходить по улицам города небезопасно. Это признают и спасатели, и врачи. Но городские чиновники исправлять тревожную ситуацию даже не торопятся. Вместо того, чтобы нормально содержать пешеходные зоны и дороги, они пытаются их сохранить в своем же ведении. И передавать на содержание Ненинскому округу без боя, кажется, не собираются, а надо бы. Городская администрация, как показывает практика, уже давно не справляется с полномочиями по содержанию дорог. Вот один из множества примеров. Это просто какой-то шедевр, настоящее искусство коммунальщиков. Тротуарный забор, который установлен в центре Наринмара. В центре Наринмара, в столице нефтяного региона. Мало того, его установили примерно в октябре, когда уже почва и земля замерзла. Так вот, его вдалбливали прямо в землю. Об этом свидетельствуют люди, горожане простые, которые видели, когда его устанавливали. Между этим забор установили, по-другому не скажешь, криво. Он идет на возрастание лесенкой. Наверное, просто коммунальщики решили сэкономить денег и не заморачиваться. Бог с ним, и так сойдет. Но вид, на самом деле, не впечатляющий. Но далеко ходить не надо через дорогу, еще одно уникальное место. Не поверите, вот это вот пешеходный тротуар. Забор установить не забыли коммунальщики, а чистить почему-то забывают, причем регулярно. Люди, естественно, ходят не здесь, а по проезжей части. А это опасно, скользко. Не дай бог, человек оступится и упадет под машину. Печальных последствий не избежать. Интернет кишит критикой горожан в адрес городских чиновников. Мол, деньги на содержание дорог и тротуаров выделяются немалые, а результата от этого никакого. Жутко стыдно за нашу нефтяную столицу, за руководство города. Три года не выезжал на своей машине за пределы округа, и сейчас удалось это сделать. Объездил всю страну. Путешествие заняло всего два дня. Ежедневно проходил по полторы тысячи километров. Потому что дороги идеальные. Особенно удивили Кировские. Этот регион считают одним из бедных, но дороги там идеальные. Для Наринмара это полный позор. На дворе зима, а дорожники сегодня что-то на дороге в искателях измеряли. Наверное, будут наносить разметку. Наверное, они считают, что под снегом разметка до следующего года сохранится. Зато следующим летом наносить не нужно будет. Сами же коммунальщики с доводами людей не согласны. По их мнению, дороги они содержат хорошо и даже более. В этой истории они нашли своих виноватых. Мы так-то стараемся практически всего хватить. Но если, допустим, территории тротуара, которые принадлежат управляющими компаниями. Просить к нам, конечно, сложнее насчет этого. Вот мы уже не раз просили эти территории убирать, помогаем. Но хотелось бы, чтобы все-таки управляющие компании тоже свои территории тоже. И снег убирали, и песком подсыпали тротуары. То, что, по-моему, с той стороны не очень-то дело происходит. Социологическое исследование, которое проводилось на различных сайтах Ненинского округа, показало, что 88% жителей региона недовольны состоянием дорог. Кстати, некоторые из этого же числа считают, что в Наринмаре их вообще нет. Дорог вообще в принципе нет. Если сравнивать с Россией со всей, то они отсутствуют здесь. Мы сами из Тюмени. То есть там дороги, стекло вообще. И здесь сюда приехали, тут вообще капец. Разница очень большая. Да. Между нашим севером и вашим севером очень большая разница. Если деньги выделяются, а дороги не делаются, наверное, где-то деньги не доходят до дорог, наверное, так? Губернатор региона Игорь Кошин на одном из последних совещаний сказал, что жителям Наринмара нужны нормальные дороги, а не чиновники, которые бьются за свои места. Глава НАУ уверен, администрация города сейчас тормозит передачу в собственность округа дорог, расположенных на территории Наринмара. И пока этот процесс не завершится, единственная транспортная артерия столицы региона продолжит нести опасность для простых жителей. Знаете, у нашей редакции сегодня появилась хорошая идея. Раз городские коммунальщики не могут элементарно, казалось бы, посыпать тротуары песком, то мы это сегодня сделаем за них, а точнее им поможем совершенно безвозмездно. Вот лопата, вот ведро с песком, идем на ближайший тротуар, что возле первой школы. Он, наверное, один из самых травмоопасных. Часть мы уже посыпали песком, продолжим и дальше. Итак, давайте раскидаем песок. Можно по нему пройти даже, да? Конечно, можно, проходите. Разделываем его лопатой. Я думаю, что нужно потратить всего лишь минут 15, чтобы до конца обеспечить его песком полностью. Мне кажется, после этого городским коммунальщикам должно быть стыдно, потому что их работу делают совершенно другие люди, причем совершенно бесплатно и лишь, чтобы сохранить свое здоровье. Ну, сейчас тротуар обеспечен, посыпан песком и ходить по нему стало безопасно. Олег Танзейский, Роман Делимарский, телеканал «Север». Горячая линия губернатора региона буквально разрывалась от обращений ныринмарцев. Жители города остаются крайне недовольны некачественным содержанием дорог и опасной дорожной обстановкой, осложившейся в связи с гололедицей. Между тем, после выхода в эфир нашего первого репортажа о дорогах и тротуарах, городские коммунальщики внезапно оживились и активно начали убирать проезжую часть. Нам стало интересно, почему. Алина Волчийская с подробностями. После выхода в эфир репортажи моего коллеги и дорожники, и коммунальщики будто очнулись ото сна. Еще вчера этот тротуар напоминал больше каток. Уже сегодня он щедро посыпан песком. Такая же ситуация и на городских дорогах. Везде все посыпано и чисто. И это все, конечно, хорошо. Да только вот, как говорится, поздно пить боржоми. Ведь пострадали люди и пострадали автомобили. И все из-за эффективной работы коммунальных и дорожных служб. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Случай, так напоминающий сюжет из фильма «Бриллиантовая рука», произошел 1 ноября с Данилом Исполиновым. Правда, вот бриллиантов под гипсом нет. Напротив, молодой человек только в убытке. Полтора месяца на лодыжке Даниила бременем повисла гипсовая повязка. Он буквально двух шагов не дошел до своего автомобиля. Упал. Виной всему скользкий тротуар. Причем перед этим случаем он неоднократно пытался дозвониться коммунальщикам, чтобы те посыпали песком пешеходную зону. Но на другом конце провода лишь раздавались длинные гудки. Виноваты те, кто обслуживает данный дом, ну и в целом те, кто контролирует. Потому что у нас метель проходит, дороги техника выезжает в 5 утра, в 6 утра. Никто не звонит. Чем пешеходы, скажем так, хуже автомобилистов? Что нельзя, что ли, когда у нас начинается таяние льда, гололед, что нельзя, что ли, как-то превентивно посыпать это песком? Так что здесь, я считаю, целиком полностью вина на коммунальщиках лежит. За неполных две недели количество пострадавших от гололеда и плохой работа дорожников и коммунальщиков увеличилась в разы. Горожане поскальзываются и получают всевозможные травмы. С 1 ноября около 26 человек прошло сейчас приемное отделение именно с травмами уличными, которые получены не в быту, не криминальные, не ДТП, а именно уличные травмы. То есть люди падают на улицах, причину указывают гололед, непроходимость дорог. В основном это переломы, ушибы, травмы, конечностей. Ну, есть несколько, зачем-то. Это как и дети, и взрослые, но в основном взрослые, пожилые люди. Не лучшая ситуация и на городских дорогах. За ноябрь из-за скользкого дорожного полотна увеличилось количество аварий. В ноябре месяца текущего года произошло 34 дорожно-транспортных происшествия. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадало три человека. Сопутствующими факторами таких дорожно-транспортных происшествий является плохое содержание уличной дорожной сети. По данным факторам заведены проверки, в ходе которых будет принято предстосвальное решение. Впрочем, тема дорог заслуживает отдельного внимания. Сейчас наши доблестные дорожники отчаянно борются со снегом, что выпало за ночь и за первую половину дня. Похвально хоть что-то доделают. И даже ночью снегоуборочная техника теперь работает. Возможно, такая оживленная работа дорожников связана с разговорами о передаче полномочий по ремонту и содержанию дорог из города в округ. Напомню, эта тема стала одной из главных на оперативном совещании губернатора. Из года в год весна показывает, что власти Наринмары с ними не справляются, но и не спешат избавляться от этого бремени. А может, все-таки стоит, и вам работы будет меньше, и дорога в Наринмаре, наконец, появится нормальная. В конце недели делегация представителей всех уровней власти региона во главе с губернатором Игорем Кошиным побывали в поселке Бугрино. В рамках визита были проведены встречи с населением. Основной разговор шел о формировании конструктивной системы управления отдаленными территориями для повышения качества жизни людей. По итогам поездки была проведена пресс-конференция, где прозвучали важные решения, выработанные совместно с руководством округа, города и района по этапности проведения управленческой реформы. Вчера состоялась наша встреча с руководством Заполярного района, с Алексеем Леонидовичем Михеевым, исполняющим обязанности главы администрации Заполярного района, значит, Олегом Евгеньевичем Холодовым. И мы договорились о следующем, о том, что мы готовим поправки 95-й закон, и на 15-й год объявляем переходный период по жилищно-коммунальному комплексу. Сержинкомсервис на 15-й год остается в Заполярном районе. По всему остальному мы сегодня лично раз убедились, что передаем в спокойном режиме, без каких-либо вопросов. Задача Заполярного района за 15-й год подготовить программу модернизации сержинкомсервис. Кроме того, вчера также состоялись встречи моей с Татьяной Васильевной, с Ольгой Валентиновной. Мы прошли по всему спектру полномочий. Мы договорились о следующем, о том, что полномочия по строительству, созданию, обслуживанию полигона ТБО мы возвращаем в город Наринмарк. Город Наринмар продолжает эту работу, потому что мы долго-долго разбирались, смотрели, проделана довольно-таки большая работа, надеемся, что с экспертизой город вопрос решит. Полномочия по земле, градостроительному, по всем этим градостроительным делам мы совершенно спокойно передаем из города в округ. Ждем 1 марта, как в действующем законодательстве. Полномочия по спорту, культуре передаем в округ. Округ берет на себя очень жесткое обязательство под мою личную гарантию. Полномочия по ЖКХ, значит, под мою личную гарантию, что предприятие объединенных отельных и тепловых сетей никогда не будет в частных руках. И с выделением оттуда и передачи городу управляющей компанией, ну, потому что город ей будет дальше заниматься, обслуживать жилые дома. И с необходимым укреплением материальной технической базы этого предприятия, ну, то есть это управляющая компания, она уходит в город, полк переходит в округ. Так, и устанавливаем переходный период на 2015 год по образованию. Значит, по дорогам мы договоримся о следующем. Ну, то есть, благодаря взаимодействию наших специалистов вывели следующую формулу. Округ, ну, то есть регион должен установить перечень региональных дорог и дорог местного значения. Мы договорились, что мы совместно определим региональные дороги. Соответственно, местными дорогами, ну, то есть дорогами местного значения будет заниматься город, дорогами регионального значения будет заниматься округ. Не скрою, сложно дались определенные решения, но взвесив и текущую ситуацию, да, и начатую уже работу по сферам жизнедеятельности, вот принято такое решение, и мы достигли таких договоренностей. Я хочу поблагодарить и выразить дальнейшую надежду, что, несмотря на разность, еще раз скажу, политические партии, политические взгляды, у нас у всех есть понимание, что мы все одна команда, которая называется Нинский автономный округ, и что у всех у нас, на самом деле, цель-то одна. Это качественное повышение жизни жителей Нинско-автономного округа. Поэтому мы обязаны спорить, доказывать друг другу на этапе принятия решений. У нас должны быть разные точки зрения. Тем не менее, принятые решения мы должны совершенно четко исполнять. Я благодарен руководителям органов муниципальной власти за конструктивную работу. Порой мы были излишне эмоциональны, но самое важное, что нами двигало исключительно желание сделать жизнь нашего населения и вывести его на более качественную форму. На этой неделе, наконец, завершилась спасательная операция на Печоре, за которой следила чуть ли не вся страна. Напомню, почти три недели в ледовом плену находились две баржи с пассажирами, членами экипажа и техникой. Изначально на борту заблокированных судов находилось почти полсотни людей, но часть была эвакуирована вертолетами.